здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать про очень тяжелую тему на самом деле как избавиться от кредитов я просто знаю что очень много людей среди моих зрителей имеют кредиты я совсем недавно тоже был весь в кредитах у меня кредиты были в районе ну практически двух миллионов рублей и я прекрасно знаю как это тяжело сейчас я расскажу как я избавился от своих кредитов я думаю что какие-то вещи которые я расскажу могут быть полезны многим поэтому я решил об этом рассказать вот и ну прежде всего я хотел рассказать о том что это за кредиты и как я ухитрился залезть в эти кредиты дело в том что это были не ну не кредиты в полном смысле этого слова они были немножечко хитрые большая часть этих кредитов было кредиты без процентов вот ну то есть я всегда считал что под проценты брать в общем сказать совсем плохое дело вот надо брать кредиты без процентов вот вы скажете где же такое делают но вот сейчас я именно об этом и расскажу где я набрал столько кредитов без процентов почему это тоже плохо и и как все это получилось итак смотрите дело в том что большая часть этих кредитов было ну можно сказать не совсем мои кредиты дело в том что вы знаете что я у меня был бизнес это была фирма своя полиграфическая и это была чисто моя фирма то есть долги были в основном долгами фирмы вот в этом есть нюанс небольшой давайте перейдем сейчас к табличке и все станет ясно это была полиграфическая фирма у меня стояли станки оффсетной печати достаточно большие вот работали люди и для того чтобы эти станки куда-то поставить нужно было помещение естественно то есть люди работали в помещении и в помещении яхт то есть был офис было когда-то два офиса потом скрочались вот постепенно и где-то вот где тысяч тринадцатому году у меня было человек сколько там шесть работала у меня значит был офис в офисе сидела там два или три человека обычно и на производстве еще внутри человека точно было вот то есть где-то шесть человек у меня работала шесть семь человек так раз два три ну да семь человек где-то было вот итак смотрите для того чтобы все это обеспечивать аренда так аренда все-таки 80 тысяч рублей в месяц это был офис 20 тысяч рублей и 60 тысяч мы платили за полуподвальное помещение 150 квадратных метров в котором стояли станки в котором была бумага в котором шло все производство но помещение цена сказать достаточно убогое но 60 тысяч в месяц приходилось платить и 20 тысяч в месяц приходилось платить за офис который в страшной тесноте сидели но там более-менее прилично было вот 80 тысяч рублей в месяц это то что обеспечивала но кого это помещение только вот и зарплата людям ну вот где-то сто шестьдесят тысяч рублей в месяц это была официальная зарплата то есть люди у меня работали за оклад если были переработки я им приплачивал 50 процентов сверху но это уже были сверх оклада это кстати я оплачивал уже в черную грубо говоря вот налоги когда у вас такая зарплата то никуда не денетесь вот примерно 50 процентов это очень грубо вот но достаточно близко в действительности примерно 50 процентов от фонда заработной платы это налоги но только 30 процентов фонда заработной платы от налоги плюс ндс от которого если у вас такая зарплата никуда вы не денетесь то есть соответственно там там больше получается налогов чем 80 тысяч в месяц ну вот примерно так вот теперь дальше это были мои затраты это пассивы понимаете никуда не денешься каждый месяц надо отдавать вот эти 80 тысяч рублей в месяц никуда не денешься людям вот ну по крайней мере оклад надо отдавать потому что иначе они разбегутся это хорошие специалисты вот и налоги 80 тысяч рублей в месяц значит заказы которые мне все это обеспечивали где-то 600 тысяч рублей в месяц в среднем получалось и материалы это бумага краска там химия всякая это в районе 50 процентов от стоимости заказов то есть если на материалы вот я просто 50 процентов кладу то получается у меня минус 20000 в месяц ну то есть если скажем 600 40000 то ноль это что это такое это планка себестоимости это планка себестоимости вот и когда у меня например было ну скажем миллион 200 тысяч у меня получается 280 тысяч остается денег которые вот у меня остается если у меня 800 тысяч вот вы видите что у меня остается 80 тысяч рублей в месяц которые я могу куда-то накапливать и у меня было когда-то вот до 2013 года в принципе все было хорошо где-то 800 900 тысяч в месяц на этом районе миллиона скажем вот ну предположим 900 тысяч вот у меня какие-то денежки оставались я их куда делал я их вкладывал в в бумагу то есть я предполагал что всю жизнь так хорошо жить мы не будем вот и я готовился к кризису потому что я его ждал я видел что доллар будет повышаться в цене это было достаточно очевидно уже в 2013 году вот и я делал запасы дело в том что причем здесь доллар дело в том что у полиграфии полиграфического производства такая специфика что все расходные материалы вообще все что мы покупаем все расходные материалы они импортные и все покупается практически все за доллары бумага считается в долларах цена на бумагу или в евро не так важно собственно говоря краска южнокорейская у нас вся в долларах химия либо английская либо немецкая вся в евро или фунтах даже бывает вот но соответственно то есть я-то в рублях плачу но когда я приезжаю фирма у них там прямо четко сказать они умножают на курс валюты и ничего не сделаешь вот и поэтому я готовился я понимал что все будет плохо я готовился к тому что может быть кризис поэтому я накапливал различные резервы вот но об этом чуть позже вот и наступает кризис 2014 год мы захватываем крым страна в патриотическом угаре вот но значит санкции нам объявляют рубль резко падает доллар резко растет если вначале было 2014 года там 32 рубля за доллар но может быть 34 то в конце 64 рубля за доллар то есть все материалы дорожают в два раза и все вдруг начинают считать деньги и все вдруг начинают говорить слушай давай-ка сокращай стоимость заказов а как я могу сократить если у меня материалы при этом подлетают в два раза и вместо четырехсот пятидесяти тысяч я должен платить 900 тысяч за материалы то есть я фактически чисто за материалы просто работаю а откуда я буду платить поэтому то что я готовился когда я сказал людям что вот все будет очень тяжело и год мы сможем прожить на те резервы которые я заготовил и год мы успешно прожили 2015 на резервы я ни в какие долги не влезал а вот 2016 год резервы у меня закончились и ну вот давайте это сейчас я покажу значит что получилось дальше у нас посмотрите вот что я сделал у меня к концу 2014 года в резервах было где-то на 600 тысяч бумаги станки я оценивал что стоят мои 700 тысяч рублей и но мои личные накопления были тысяча где-то миллион рублей в австрии и накопление здесь на брокерском счете но в районе там 600 тысяч рублей у меня было то есть накопление у меня было где-то 2 миллиона 900 тысяч когда начались санкции и прочее значит очень много предприятий начали деньги очень здорово считать и очень здорово экономить и они начали урезать во-первых рекламные бюджеты то есть реклама стали сокращаться расходы на рекламу стали очень серьезно сокращаться вот эти вот но заказа на буклеты всякие и так далее количество заказов у меня падает где-то до ну самый худший вариант был 300 тысяч рублей в месяц соответственно материалы при этом стоили вот 150 тысяч там но даже больше вот но значит у меня были запасы вот она бумага которая начала таять и бумаги как я и предполагал очень сказать тех резервов которые мы накопили у меня хватило вот на год работы в принципе мы нормально существовали через год 2016 году значит у меня бумаги но скажем тому же там 40 тысяч остается вот не совсем ничего вот вот эти резервы в австрии и накопление это мои личные я их не собирался никому отдал то есть я всегда отделял фирму от себя и в принципе я мог в любой момент рассчитаться с долгами теоретически и многие люди это сделали бы но что такое австрия австрийские социально накопительная программа это деньги которые у меня отложены на будущее на будущее а что такое будущее это пенсия грубо говоря то есть я накапливаю на свою пенсию и вот это вот это тоже я накапливаю свою пенсию вот на эти деньги у меня есть жесткая табу то есть юра пока ты способен зарабатывать деньги иди и зарабатывай ни в коем случае вот к этому не прикасайся ни в коем случае в общем то я и не прикасался вот к этим деньгам потому что вот вот она у меня бумага она предназначена для того чтобы было 600 тыс стало там ну совсем ничего там вот ну даже 20 все эти резервы то есть я постепенно ну то есть я их в три дорого грубо говоря продавал вот в общем сказать вот мы на это прожили значит станки что такое станки станки это то же самое что недвижимость когда все идет хорошо когда станки приносят бешеный доход когда они загружены работой заказами то они приносят бешеный доход и их очень трудно купить вот как недвижимость когда все хорошо в стране недвижимость стоит дорого и она приносит доход то есть ее легко сдать в аренду но потом когда начинается кризис кризис начинается внезапно у всех кому вы продадите свою недвижимость они кому кому вы сдадите в аренду вообще никто не снимает в аренду уже жилье все стараются экономить поэтому точно так же со станками станки стоят не загружены то есть они большую часть простаивают но при этом они стоят в арендуемом помещении я к арендодателю арендодатель беру снижай аренду он говорит с какой радости что площадь уменьшилась или что-то еще уменьшилась я ему говорю что эти доллар уменьшился он мне пофигу вот короче говоря аренду не сократить зарплату оклад людям сократить нельзя инфляции нет поэтому оклад людям сократить нельзя если раньше сказать там оклад не сокращаешь за счет инфляции он уменьшается ничего подобного если зарплата кажется налоги такие же и у меня получается минус 170 тысяч вместе с фирма приносит убытки и любой бизнес в принципе это риск и любой бизнес начинает приносить когда-то убытки и когда бизнес приносит убытки но это временное явление считается как бы надо это пересидеть переждать в общем то я и собирался переждать я поэтому готовил резервы вот год я переждал второй год я начинаю вылезать в долги каким образом я перестаю платить аренду и я не платил аренду полгода соответственно накопился долг за аренду в районе где-то 500 тысяч рублей вот дальше арендодатель начал возмущаться и в общем сказать говорит съезжай там и так далее очень расторг договор вот что по поводу бумаги а по поводу бумаги вообще интересно дело в том что когда мы работали мы как делали мы приходим берем заказ у заказчика заказчик говорит да хорошо делайте мы никакой предоплаты не брали никогда привозим заказ заказчик нам либо сразу либо через какое-то время платит деньги что мы делали мы шли к тем фирмам которые торгуют бумагой говорим вы знаете мы у вас бумагу возьмем а вот заказчик нам заплатит деньги через какое-то время поэтому давайте-ка мы у вас будем брать бумагу в долг то есть без денег без предоплаты и со всеми бумажниками было не заключены такие договора вот но после 2014 года когда все резко выросло когда пошли не платежи и вот эти все фирмы капу с которыми у нас заключая заключены договора на вот такую кредитование бумагой они эти договора прекратили говорят только по предоплате а на тот момент у нас долгов где-то вот на 600 тысяч это автоматически возникло просто буквально автоматически на 600 тысяч долгов и дальше может только бумагу по предоплате работаем то есть вот у нас минус 600 тысяч по аренде минус 500 тысяч долг соответственно по зарплате ну дальше идут налоги которые мы задерживать начинаем не платить и по налогам 200 тысяч где-то долг по зарплате то есть но в конце концов когда начинают наседать там налоговые блокирует счета эти ребята начинают угрожать и так далее в общем сказать по зарплате тоже возникли долги 200 тысяч рублей которые тоже увеличивались вот ну и в те моменты когда совсем было плохо зарплату такими мне зарплата не шла поэтому я влез в кредиты по карточкам где-то в районе двухсот сорока тысяч рублей у меня был кредит но в основном это тиньков и сбербанк как потом оказалось я даже особо не смотрел никогда вот на кредиты ну плачу но как-то уж больно напряженно становилось я посмотрел когда посчитал я ужаснулся 40 процентов годовых я платил тинькова то есть это страшная вещь но слава богу остальные долги были 0 процентов но вы знаете какое удивительное свойство с долгами те долги которые под 40 процентов никто не парится даже я плачу проценты ежемесячно и все тиньков доволен нами он на меня не наезжает вообще никак хотя как казалось бы в первую очередь надо избавляться от этих долгов не так ли а вот долги скажем ну по аренде он полгода молчал а потом начал уже но возмущаться и подал в суд на меня а суд это дело такое значит я проигрываю суд меня арестовывают счет и все привет ребята вот но суд это дело долгое в общем полгода или там сколько он почти год длился суд вот по бумаге бумаги кредит вроде под ноль процентов но эти ребята начинают наседать и угрожать и значит там расправой мотивы бандитов пришли мы к тебе приедем давай-ка значит я знаю что у тебя есть накопление из австрии выводи деньги и так далее в общем вот сказать нажим был очень очень жесткий на самом деле то есть и угрозы так как постоянные звонки там и так далее и так далее но вы знаете это надо все пережить и и и сохранить вот эти накопления а налоги ну что по налогам а с налогами все просто государство когда наступает какой-то определенный момент она просто блокирует счет и снимает все что поступает пока счет заблокирован я вынужден вносить фирму свои личные деньги для того чтобы покупать материалы исполнять заказы вот зарплата ну если люди выполняли работу то очень зарплату вы не доположь их надо отдавать вот поэтому вот здесь как-то вот я с этими долгами значит какие мне были размышления но теоретически чисто я мог бы объявить в любой момент себя банкротом что я в принципе в 90-е годы и делал собственно говоря бы было дело вот закрыть фирму и значит сказать всем до свидания аренде сказать до свидания то есть суд там распродавайте мое оборудование и все собственно говоря вот налоги аналогично зарплату ну так сказать людей кинуть тоже теоретически можно было по бумаге по налогам все это можно было кинуть но в принципе принципе так как я эти долги брал то в общем скидок долг платежом красен я решил что надо все таки выплачивать эти долги вот и что можно сделать ну вот резервы бумага можно продать бумагу можно продать станки а когда все хреново вы знаете всем хреново и станки оказывается продать очень сложно и те станки которые я считал что стоит там один станок 400 тысяч другой 200 тысяч там еще остальное сказать и на 100 тыс наберется уж точно вот оказывается что я выставил на продажу никто не хочет брать я выставил на продажу за 400 тысяч потом 300 тысяч 260 тысяч вот я продавал станки год год я продавал станки и что произошло значит ну это вот спустя год это вот на третий год у меня такие долги образовались что происходит арендодатель меня выгоняет и аренду то есть я сокращаю пассивы понимаете то есть первое что надо делать это надо сокращать пассивы я съезжаю в другое помещение еще более убогое там уже 30 тысяч в месяц а ну и плюс офис вот плюс офис ну значит минус 50 тысяч вот в месяц вот она то есть я сократил аренду первое что я сделал и через какое-то время ко мне приходят сотрудники мои вызывают меня играет юрий алексеевич все мы так больше не можем сказать долги по зарплате мы видим что фирма приходит к концу вы как бы то есть я не предпринимаю действие для того чтобы фирму удержать а я не предпринимаю потому что я понимаю что я просто всего возраста не смогу работать еще в два раза больше вот поэтому мы уходим типа мы нашли место вы уж извините мы решили уйти и уходят от меня сотрудники практически все и зарплата у меня сокращается со 160 тысяч в месяц до где-то ну там 40 тысяч месяц попля и соответственно налоги мои а что происходит с налогами с налогами происходит следующее я плачу старые налоги как бы то что накопилось в общем они но потом постепенно они сокращаются а выручка у меня ну да где то вот так и осталось посмотрите что происходит я сократил расходы пассивы понимаете первое что надо делать сокращать пассивы и у меня получается прибыль плюс 40 тысяч в месяц и этой прибылью я в течение года гашу вот эти вот кредиты я потихонечку ну достаточно быстро я сократил никуда не денешься они арестовывают счета значит по налогам ну скажем вот 60 тысяч у меня уже текущие были по зарплате я за год рассчитался вот 0 уже миллион четыреста по бумаге ну 400 тысяч то есть 200 тысяч я отдал миллион двести по аренде а вот по аренде они на меня подали в суд и начали снимать деньги регулярно достаточно и ну где-то по 60 тысяч в месяц они снимали с меня то есть там счет был арестован но по условиям платежа первую очередь платить надо зарплату я выплачивал зарплату сам себе на самом деле вот и выплачивал аренду и за аренду вот этот долг он постепенно снижался и полтора года я выплатил но через полтора года он стал нулевым и после этого только у меня продался значит сначала один станок за там 40 тысяч на другое что-то короче говоря на 300 тысяч я продал на станки стало да стало 400 тысяч но оказалось что станок не продать то есть это я предполагал что они 700 тысяч стоит а на самом деле они стоили 300 тысяч вот я вот их продал то есть танки 0 100 ну не 0 скажем там 100 тысяч до осталось на станках вот вот уже такие цифры получились понимаете смотрите и уже остается то есть я постепенно расплачиваюсь у меня есть прибыль у меня есть прибыль и я постепенно расплачиваюсь 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 мне осталась бумага 400 тысяч я продаю станок за 100 тысяч и отдаю за бумагу и за бумагу остается уже 200 тысяч понимаете то есть смотрите самое ключевое что я сделал это сократил пассивы что я сделал дальше дальше у меня остается один станок одна печатница бухгалтер собственно говоря макетировщик один и и я вот и ну зарплата сказать себе не плачу зарплату бухгалтер у меня жена тоже бесплатно как бы добровольцем печатники макетировщик зарплата что я делаю дальше а дальше я последний кто у меня работает печатница и она говорит я все беременная значит там до сентября работаю вот с октября мне включают за аренду отопление искать там будет все плохо вот и тут мне приходит достаточно большой заказ очень большой заказ и короче говоря что происходит я расплачиваюсь с долгами окончательно по бумаге у меня ноль долгов по бумаге по налогам у меня ноль долгов все я сократил личные я просто вот собрал всю волю в кулак я когда посмотрел 40 процентов годовых короче говоря личные долги я тоже отдал все ноль я рассчитался со всеми долгами вот и я отказываюсь от аренды и отказываюсь от аренды сначала от аренды производства а потом и офиса у меня аренда ноль и у меня остается только зарплата фактически 40 тысяч налоги при этом но 20 но пусть будет 30 тысяч в месяц выручка а выручка мне до сих пор в районе 300 тысяч в месяц и у меня получается фирма которая была пассивом стала приносить ну вот в районе скажем 90 тысяч рублей в месяц это многовато на самом деле потому что налоги налоги чуть больше потому что появились налоги на прибыль вот вот где-то вот так вот ой налоги минус конечно вот появились налоги на прибыль но моя фирма стала приносить мне доход прибыль за счет чего получилась эта хибель за счет чего мне удалось избавиться от налогов от кредитов смотрите первое до станки я тоже продал потому что но я от всего избавился здесь тоже ноль значит бумаги на 20000 берется вот какие выводы как избавиться от кредитов первое не влезать в них второе создавайте резервы создавайте резервы которые у вас вот именно на ваш основной вид деятельности резервы у меня резервы были бумага станки вот ну всякие химия была тоже в резервах вот накопление которые мои личные посмотрите як не притрону как бы тяжело ни было я к ним не притрагивался вот я сокращал пассивы я сокращал пассивы я очень резко сократил расходы личные вот мы очень здорово экономили на всем кэшбэки всякие так далее это все оттуда вот аренда самая неприятная часть это аренда сократил зарплаты которые я плачу сотрудникам сократил сейчас вот у меня зарплата 40 налоги сокращается зарплата сокращаются налоги достаточно автоматически происходит вот появляется налог на прибыль выручка активы но я просто не наращивал не занимался потому что чем больше заказов тем больше приходится работать тогда приходится нанимать людей и появляется и зарплата и появляется и аренда и так далее я этим не занимался я перестал развивать это дело вот такие общие как бы соображения какие есть и так еще раз когда вы влезаете когда вы влезаете ну скажем в долги до никогда не берите долги под проценты старайтесь брать без процентов без процентов в первую очередь отдавайте долги с процентами те которые взяты под проценты несмотря ни на какое давление старайтесь отдавать долги без процентов в последнюю очередь но как правило те кто дал вам долг без процентов наиболее активны на самом деле и и их приходится отдавать Вот. Что еще, какие выводы? Недвижимость, то есть вот мои станки, вам только кажется, что это актив. Когда наступает кризис, вот этот ваш актив, то, что у меня произошло с станками, он очень-очень резко падает в цене. Не надейтесь на недвижимость. Недвижимость в период кризиса очень резко дешевеет, и вы ее будете отдавать за бесценок. Я просто отдал за бесценок свои станки. Один станок я продал за 200 тысяч у Дмитров. Второй станок я просто отдал на металлолом за 80 тысяч. Меня за него дали, за все станки, которые у меня были, и остальное. То есть я сдал очень много в металлолом. Мне дали 84 тысячи, потом еще где-то 10 тысяч. Ну, в общем, в районе 100 тысяч я получил за станки как металлолом, просто как металлолом. Вот. Я избавлялся от пассивов. Я посчитал, какие у меня пассивы. Это зарплата сотрудников и это аренда. И вот надо посчитать все свои активы, пассивы и избавляться от пассивов, от того, что забирают у вас деньги. И постараться так, чтобы активы ваши, то есть вот ваше, то, что вам приносит деньги, превосходило, начало превосходить. То есть баланс стал положительный. Вы видели это у меня. Он стал положительный. И накопления, ну, потом, сейчас у меня накопления там идут на самом деле. То есть я накапливаю. И параллельно, что я делал, когда я закрывал старый бизнес, я, конечно же, на 20 тысяч не проживешь. Я развивал новый бизнес. Я стал, ну, поменял род деятельности. Мне уже тяжело просто было таскать эту бумагу по 400 килограмм, разгружать просто в силу возраста. И я постоянно ездил на машине. Это риски огромные. Я стал видеоблогером и просто множественные источники дохода. То есть как бы я создавал новые источники дохода. И мне это удалось. Но период переходный, друзья мои, он был крайне сложным. И поэтому, когда люди говорят, что вот мы в долгах, где взять деньги. И, друзья мои, я вас прекрасно понимаю. Я прекрасно знаю, что такое безденежный. Я прекрасно знаю, что такое жить в кредит. Я очень хорошо вас понимаю. Я хочу вам помочь. Создавайте источники дополнительных доходов, как это делал я. Создавайте пассивный доход. Ни в коем случае не залезайте в те накопления, которые вы сделали на будущее. И в конце концов, ваша жизнь наладится. Я надеюсь, что это видео будет кому-то полезным. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.